Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Вы говорите о том, что у вас есть страх публичных выступлений. Значит, вы видите, что крайне неуютно, неуверенно чувствую себя, значит, когда много людей вокруг, и начинаю уже замыкаться. Конечно, самая ситуация, как вот вы её описываете, нуждается в более подробном рассмотрении, ну, потому что... Мало информации очень о вас, вот, ну, недостаточной информации о вас, конечно. И, соответственно, можно только лишь предполагать многие вещи, связанные, например, с тем, что с вами происходит. Значит, смотрите, во-первых, во-первых, страх публичного выступления имеет место быть, становится возможным тогда, когда человек, например, в себе не уверен. Что такое неуверенность в себе? Это сомнение, опять же, в себе, непринятие, опять же, в себя. Это отрицание в себе каких-то качеств, чест и так далее. И, соответственно, сомнение. То есть, занятие на самооценке. Сомнение в том, что вы достойны того, чтобы быть наравне с этими людьми, ну, вот, среди которых вы оказались. И так далее. Соответственно, это своего рода комплексы, это влияние родительского сценария, влияние родительского отношения к вам. То есть, негативное восприятие вас, негативное отношение к вам и, соответственно, выработка этого самого негативного отношения к вам. Вот. То есть, здесь нужно разбирать ваши детско-родительские отношения, как таковые. И уверен в себе, повышение самооценки своей можно достичь путем, значит, принятия себя и изменения отношения к своим качествам, к своим чертам, к своим проявлениям. И, соответственно, в себе, как таковой вообще. Значит, а далее. Давайте определим. Попробуем. Чего вы, собственно говоря, боитесь. То есть, вот, у вас есть страх перед публичным выступлением, да? Ага. У вас есть страхи перед, значит, ну, внимание, когда на вас внимание люди обращают, да? Повышенное внимание. Соответственно, давайте подумаем, с чем это может быть связано. Вот. Чего вы боитесь? По факту. Чего вы боитесь? Что стоит за этим страхом? Помимо, например, неприятия себя. Помимо этого. Это же страх. А страх – это что-то мистическое. Поэтому давайте попробуем подумать, что же все-таки с вами происходит. Значит, я предлагаю вам несколько средств, которые помогут вам не побороть страх, потому что побороть его не надо. Если у вас есть, он, этот самый страх, значит, он для чего-то вам нужен. И это означает, что где-то вы чувствуете опасность в чем-то для себя. И нужно понять всем опасность и, собственно, сделать так, ну, то есть подкорректировать свое поведение, может быть, свое отношение, да, к людям, к себе, может быть, даже к делу, которым вы занимаетесь, чтобы этот страх не был для вас актуальным. Вот. То есть, оставьте идею, значит, побороть страх. Побороть его не нужно. Именно побороть. Потому что это защитный реакция, защитный механизм ваш, и он нужен, нужен вам. Значит, во-первых, чего вы боитесь? Вот конкретно. Что стоит за публичным выступлением, например. Далее. Когда вы определите это, вот что стоит за публичным выступлением, подумайте, вот когда вы выступаете, да, когда вы начали выступать, случилось ли это? Произошло ли это? Если нет, то, может быть, и бояться? Не надо. А если да, то, соответственно, насколько это опасно, насколько это серьезно для вас, насколько это страшно. Оцените здраво, здраво, вред, который может быть вам. Далее. Попробуйте представить себе, что вот то, что с вами случилось, то, что вот вы боитесь, что-то с вами может случиться, да? Попробуйте представить, что это уже произошло. И, соответственно, если это уже произошло, то что вы будете делать? Что вы будете делать в ситуации, если, значит, это уже случилось? Ну, нужно, чтобы у вас был такой четкий план по возможностям. Четкий план того, как вы будете действовать, если этот случай случится. Чтобы вы не боялись, например, беспомощности, ну, чувства беспомощности и так далее. Дальше. Теперь давайте подумаем. Почему вас вообще волнует, значит, ну, другие люди? Почему они вас волнуют? Ведь вы занимаетесь чем? Ну, каким-то важным делом, каким-то любимым делом, да, каким-то, ну, важным для вас делом, правильно? Ну, скорее всего, так. Значит, если это так, то и концентрироваться нужно на нем только. Вот и все. Понимаете, какая, какая история? Нужно концентрироваться на том, что вы делаете, а не на других людях. Исходя из этого, значит, смотрите, вам нужно встать перед зеркалом и посмотреть. Эмм, когда вы выглядите уверенно в себе, когда вы выглядите так, как вам хочется. То есть, ну, когда вы вы вот сама собой являетесь. Когда у вас, эм, такой образ, эм, внешний, который полностью отвечает тому, что вы из себя представляете, по вашему мнению, конечно. Вот. Подумайте об этом. Это важно. Это очень важно, на самом деле. Дальше. Значит, перед зеркалом вам нужно формировать этот образ. То есть, не только, эм, как бы, продумывать, как вы, какое у вас, там, должно быть выражение лица, поза, осанка. Но и при этом еще вам нужно представлять, что вы выступаете. То есть, ну, что вот вы уже в этой проблематичной ситуации находитесь. И, в этот, в этот момент следить за собой. Следить за тем, как вы выглядите. Как вы себя ощущаете. Так вы будете тренироваться, удерживать этот самый образ. Далее. Эм, можно говорить о том, что, что, эм, вам не хватает концентрации на, эм, собственно, деле. Которых, которым вы занимаетесь. То есть, ну, то есть, почему, вот, вас волнует то, что, например, подумают другие. Почему? Потому что, эм, вы само дело, которым, которым вы занимаетесь. Вы его, эм, возможно, воспри, воспринимаете исключительно, эм, исключительно столько, эм, как, эм, средство. Для, для, знаете, определенного достижения какого-то значения, какого-то статуса. В, э, обществе, людей. Мнения, как, мнения которых вы и опасаетесь. Как раз таки. Соответственно, здесь нужно концентрироваться на самом деле, эм, и стараться сделать так, чтобы занимало вас столько оно, столько дело и не что больше. Соответственно, если мы говорим о деле, то необходимо, эм, обращать внимание только на рабочий процесс. И, например, если это речь, то заучивать эту самую речь, эм, начинать, эм, ее, как бы, произносить. И, начиная приносить, вы будете, эм, вступать в знакомую вам, эм, комфортную зону, эм, которая и будет вас успокаивать. Которая и будет вас как-то, вот, эм, значит, вводить в комфортное состояние. Далее, последнее, что я хочу сказать. Поскольку вы боитесь именно публичного выступления, да, то есть когда, ну, какое-то количество людей наблюдают за вами. То, соответственно, нужно определить, во-первых, что это за люди. То есть я имею в виду, когда начинается страх. То есть, ну, есть же кто-то, перед кем вы, эм, не испытываете страх. Это могут быть друзья, там, родные и так далее. А есть те, перед кем вы испытываете страх. Например, незнакомые люди и так далее. Поэтому, эм, коллеги, может быть, потенциальные партнеры ваши. Поэтому, эм, я думаю, что здесь очень важно, чтобы вы, эм, для себя, организовали бы такое упражнение. Значит, попробуйте выступать. И, выступая, обязательно, эм, пригласите, эм, людей на свое, на свое выступление. То есть, эм, пусть в окружении тех, кто смотрит вас, на вас смотрит, например, или слушает, будет немножечко, например, один-два человека, которые потенциально являются теми, кого вы там можете опасаться. Ну, 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 например, например, да? Вот. Соответственно, в этой ситуации вы будете привыкать к тому, что люди в вашем окружении присутствуют. Не только, вот, эм, комфортные, не только удобные, но и те, эм, но и те, которые, собственно, вызывают у вас дискомфорт, вызывают у вас страх. Вы будете привыкать к ним и замечать, что от странного ничего не произошло, вы будете адаптироваться. Вот так. Такие были средства. Но хочется сказать, что корень страха, люди все же в детстве спасили родители вас. Например, в идее, что вы должны соответствовать, там, мнению других людей. В идее, что вы должны, там, соответствовать их ожиданиям. В идее, что вы должны стараться быть хорошей, эм, для всех. Например. Например, я не говорю, что это обязательно так, но, например. Вот. И, соответственно, как, эм, результат подавления себя. То есть, когда вы боитесь, когда вы опасаетесь, эм, вот, ну, оценкой других людей, вы, эм, как бы, ставите их оценку выше своей. И возникает вопрос, а почему, эм, почему так? Почему, эм, ваша оценка, то, что вы о себе, например, думаете, да, эм, как бы, не так важно, эм, по сравнению с тем, что думают о вас другие. И, получается, тогда, тогда, что у вас есть проблема с самооценкой. То есть, вы не способны сами себя оценить. Они способны, потому что нету ориентиров, нету базы, нету навыков, нету, эм, фундамента. С того, чтобы себя оценивать. Потому что, потому что, чтобы, чтобы оценивать себя, нужно, в первую очередь, эм, что такое оценивать, да? Это приводить, как бы, сравнение с ценностями. А какие у вас ценности? Какие у вас взгляды? Вот это и нужно анализировать. Потому что, чем, эм, четче у вас будет система ценностей, эм, ваших, тем, эм, проще будет вам, тем, эм, меньше вы будете обращать внимание на, эм, ну, на мнение других людей. И чем, эм, свободнее вы сможете заниматься своим делом, которое важно, в первую очередь, вам, а не, не другим. Надеюсь, эм, вы обязательно выберете себе психолога и поработайте с ним на предмет, эм, своих, вот, эм, переживаний именно. А не ограничитесь только эм, поиском, эм, способов для подавления вашего страха. Потому что, как я уже сказал, эм, сам страх – это свидетельство, эм, того, что вы в чем-то видите опасность. Что где-то для вас, для вас где-то что-то опасное есть, понимаете? Вот. И если это действительно опасно, то понятно, что это нельзя игнорировать. Нельзя это подавлять. Потому что, тогда, вам будет нанесен вред. Ну, и на понятие, чего вы боитесь. О чем сигнализирует вам ваше сознание? Что оно пытается, подсознание, точнее, что оно пытается до вас донести и подкорректировать свое поведение, исходя именно из этих, эм, моментов, подкорректировать, эм, свое отношение, эм, к себе и к другим. Именно исходя из этого. Понимаете? А иначе вы, вот, когда боитесь, эм, публичных выступлений, вы бесите, вот, в этот момент, от себя. Да? То есть, вам, эм, комфортнее, когда, там, нету больших скоплений людей, например. Но при этом вы, вы же занимаетесь, эм, этим делом, которые, ну, которые, как бы, подразумевают, да? То, что, эм, вы будете взаимодействовать, эм, с этими людьми. Значит, вы для чего-то выбрали такую профессию, которая связана с эм, публикой. И возникает вопрос, а зачем тогда? То есть, если вы в этом видите для себя угрозу, если вы в этом видите для себя дискомфорт, то зачем вы выбрали, эм, для себя такую, эм, сферу деятельности? Что заставило вас? Вот, об этом и нужно подумать. Где здесь то, чего хотите вы, и где здесь то, что вы считаете нужным и правильным для себя? Это не одно и то же. А на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok